мы готовились к серьезному поединку понимали что гродно дома играет довольно в агрессивной манере есть хороший подбор футболистов исполнителей поэтому настраивались конечно на серьезную борьбу и не рассчитывали конечно проиграть здесь вот всегда настраиваю команду свою только на победу единственное что конечно чтобы заслужить победу нужно очень многое сделать на футбольном поле в плане выполнения тренерской установки действий на футбольном поле ну и самое главное исполнительского мастерства вот до 34 минуты первого тайма до эпизода после которого было у нас удаление до столкновения нашего вратаря федора лопоухова и нападающего немана шукурова вот маловато было у нас угроз сопернику нельзя сказать что соперник владел большим преимуществом там не создавал нам какие-то серьезные угрозы но тем не менее вот для того чтобы создавать голевые ситуации важно владеть инициативой это касается и единоборств это касается и цепкости плотности игры вот здесь немножко мы как бы так пассивно выглядели в этом отношении вот но естественно что когда случается удаление команда остается в меньшинстве характер матча меняется и безусловно пришлось включать скажем так какие-то внутренние резервы для того чтобы в первую очередь это тактический рисунок каким-то образом поменять для того чтобы не дать свободы сопернику использовать это преимущество в одного человека плюс всегда параллельно с этим когда играешь меньшинстве у команды которая стремится победе все равно остается какой-то вариант для того чтобы не просто закрыть в обороне зоны какие-то но при этом понимаете каким образом мы будем в меньшинстве стараться находить свои моменты для вскрытия обороны соперника и с целью забить гол вот поэтому здесь перестроились в начале второго тайма на игру с тремя центральными защитниками и двумя латералями для того чтобы лишить гродненский неман активности на флангах что в принципе у команды прослеживается на протяжении вот этого отрезка времени которые играют в чемпионате да на протяжении пяти матчей вот целом с этим неплохо мы справлялись но ровным счетом до того момента как мы не пропустили гол конечно череда ударов череда хороший сейф денис паковский совершил да ну здесь конечно можно сказать что мы не доработали именно в подборе но и надо отдать должное хитрости и умение предвосхищать эти ситуации нападающему павлу советскому который подкараулил этот отскок и забил этот гол после этого конечно опять вернулись к игре четырьмя защитниками двумя центральными двумя крайними потому что нужно было уже рисковать нужно было искать моменты голевые для того чтобы сравнять счеты вернуться в игру ну в целом 15 минут наверное второго тайма я не могу предъявить команде претензий мы все-таки попытались спасти этот матч путем ребят которые вышли на замену они в принципе усилили нашу игру вот и были у нас предпосылки чтобы сравнять счет да не хватило только вот завершающего удара но опять-таки зная боевитость гродно немана до команды которая обладает опытными футболистами команда просто вцепилась в этот результат и не дала нам возможности до сравнять счет хотя еще раз говорю что здесь где-то и возможно один эпизод один эпизод какое-то стандартное положение подключение нашего вратаря уже когда пошел финальный штурм да и в принципе мы сейчас посмотрели эпизод с последним ударом уже по моему от александра сачивка если бы саша может быть почувствовал что там где не шпаковский находится то редкость футболе бывает но иногда случается когда вратарей приходят уже спасать ситуацию приходит в штрафной площадь и встречаются с мячом иногда забивают голы вот но к сожалению этого не случилось хотя денис хорошо был в этой позиции мяч ему удобно ложился на голову но саша сачивка принял решение на себя ударить и рудинок сработал по этому мячу так целом еще раз говорю хороший отрезок выдали пяти матчевые 5 туров выигрывали сейчас служила случилось поражение значит команда наша я сейчас ребят поблагодарил за игру и сказал что ребята команда проявляется и не только тогда когда есть победная какая-то серия но команда проявляется и тогда когда случается поражение и вот здесь вопрос как команда справляется с этим состоянием когда команда проигрывает если мы только где-то посчитаем что условно говоря мы не заслужили это поражение незаслуженных поражений не бывает раз сегодня мы проиграли значит мы Мы где-то в чем-то не доработали. Поэтому остается дальше работать, тренироваться, повышать эмоциональный фон и готовиться в следующей игре, чтобы одерживать победу уже в следующем матче и идти дальше. Спасибо. Очень полный разгонный ответ. Есть ли вопросы? Я думаю, вопросов не будет. Да, достаточно. Спасибо. С успехом.